Впервые россияне отпраздновали День Отца. Он отмечается в 3 воскресенье октября. Соответствующий указ подписал президент страны. В этом году Папы принимали поздравления 17 октября. В преддверии праздника учащиеся 12-й школы подготовили для Пап сюрприз. Какой узнали наши корреспонденты. Ко Дню Папы впервые в нашем городе были проведены соревнования, на которых отцы вместе со своими детьми сдавали нормативы ГТО. Инициатором проведения такого спортивного праздника для Пап выступила 12-я школа. День Мамы в нашей стране отмечает уже 24 года. А вот Папы оставались без официального праздника, что, конечно же, не заслужено. Ребенок воспитывается в семье, где оба родителя заботятся о нем и любят его одинаково сильно. Мама дает теплоту, ласку и заботу. Папа – защиту, уверенность и поддержку. Наконец-то справедливость восторжествовала, потому что не только мамы любят своих детей, но и папы тоже очень сильно любят своих деток. И готовы за них многое отдать. Я очень благодарен нашему президенту, что все-таки утвердил такой праздник. Для мужчин тоже. А то мы все женщин почитаем, а мужчины тоже достойны уважения. В соревнованиях приняли участие 26 команд. Вместе с папами нормативы ГТО сдавали и их дети. Согласно возрасту, у каждого были свои виды состязаний. Юные спортсмены сдавали челночный бег, отжимания, прыжки в длину. Папы старались не отставать от детей. Они сдавали нормативы ГТО по стрельбе, отжиманию, качанию пресса, прыжкам в длину. Конечно, без специальной спортивной подготовки не все получалось выполнить с высоким результатом. Но это нисколько не портило атмосферу спортивного семейного праздника. Подготовка родителей, как мы видим, оставляет желать лучшего. Будем готовиться на следующий год. Лучший результат покажем. Каждая команда старалась показать максимальный результат. Вячеславы Косовы, папу и сына зовут одинаково, с самого начала состязаний уверенно заявили о себе. Поддерживая друг друга, они стремительно двигались к победе. Совместные состязания еще больше их сплотили. Это же единение семьи, понимаете? Это сын смотрит на отца. Это классно. Поэтому только вперед. Заработанные баллы отцов и детей суммировались. В итоге победу одержала команда Косовых. Серебро у семьи Дикхановых. Бронза у семьи Ревун. Победа в соревнованиях – это замечательно. Но самое главное в этом мероприятии было видеть, какими глазами, полными восхищения и гордости, дети смотрят на своих отцов. Мне кажется, папа самый лучший. Он добрый, сильный, крутой. Всегда поможет, если в чем-то я не понимаю. Мой папа, он добрый, хороший, сильный. Всегда нас поддерживает, практически никогда не унывает. Папа, я тебя очень люблю, я тебя очень ценю и я всегда тебя буду любить. Мой папа лучший в мире. Я его очень люблю и хочу, чтобы продолжалась его жизнь. Анна Монастренко, Георгий Калинин. Программа «События».